Крымский мост Географически это самый центр Тамания, турецкий фонтан, построенный во времена Османской империи, 200-300 лет назад. Что интересно, что вода здесь есть постоянно, в отличие от нашего водопровода, который испытывает колоссальные нагрузки, особенно в летнее время. Постоянные поломки приводят к тому, что не хватает воды на Тамане. Это одна из главнейших проблем нашего полуострова. Еще одной достопримечательностью Тамани стали очереди в банкомат. В связи с тем, что в Тамани приехало 5000 строителей Крымского моста, население увеличилось до 15-18 тысяч человек. А банкоматов всего три. Представляете, какие очереди выстраиваются здесь, особенно в выходные дни. Объявленный в 2016 году год кино прошел мимо Тамани. Дело в том, что местным жителям этот вид искусства недоступен с начала 90-х годов. Я нахожусь в разрушенном здании летнего кинотеатра. Зимний кинотеатр, который расположен через дорогу, тоже закрыт. А ведь в советские годы в Тамане работало целых четыре кинотеатра. Два летних и два зимних. Вот эта покосившаяся, проржавелая раздевалка единственная на весь Таманский городской пляж. Здесь есть развлечения для детей, рестораны, но нет ни раздевалки, ни душа. На этой остановке можно прождать целую вечность, потому что в Тамане уже давно нет общественного транспорта. Она годится только для частных объявлений. Расстояние от одного конца страницы до другого 7 километров, а путь от дома до работы может занимать до полутора часов. Ну а ездить на такси достаточно накладно, ведь цены-то курортные. Когда-то здесь был офис Ростелеком, но его сейчас нет, как и нет интернета в Тамане. Чтобы загрузить этот ролик, мне понадобилось ехать в районный центр. Оптоволокно к домам таманцев не подведено, а состояние телефонных линий аварийное. Завершаю я свою прогулку в самом центре Тамане, на городском рынке. Обычно такие экскурсии заканчиваются приглашением в гости, но мне стыдно.